Всем привет, дорогие друзья! Сегодня 10 марта и у нас в Аланье проходят досрочные выборы президента Российской Федерации. Выборы также проходят в Анталии и в Кемере сегодня, насколько я знаю. Ну а 18 числа выборы будут в Бурсе и в Стамбуле. Поэтому давайте пройдем внутрь. Вы уже проголосовали? Четвертый этаж. Четвертый этаж? Вы уже проголосовали? Да, проголосовали. Как система, все? Отлично, там русские и российские. Российские? В общем, видите, народ приходит на голосование, поэтому я буду все снимать как есть. У меня очень мало времени, не знаю, разрешат мне снимать или нет. В общем, пойдемте посмотрим. Так, заходим в торгово-промышленную палату Аланьи. В торгово-промышленной палате Аланьи, кстати, друзья, зарегистрировано более 10 тысяч компаний. И, как вы видите, сказали, выборы проходят на четвертом этаже в конференц-зале. В общем, в торгово-промышленной палате Аланьи зарегистрировано более 10 тысяч компаний, которые занимаются бизнесом на территории региона. Торгово-промышленная палата Аланьи очень активная, поэтому, если вы хотите вести бизнес в Аланьи, вы сможете зарегистрироваться здесь. Вышла я с лифта, друзья. Не знаю, сейчас мне развернут с моей камерой. Выборы президента Российской Федерации. 10 марта в Аланьи, в Кемере, в Анталии. Проводит консульство Российской Федерации в Анталии. В общем, сейчас быстренько посмотрим, как все это дело происходит. Выставлены портреты кандидатов. Что тут еще? Правила голосования, наверное, да? Далее наблюдателей не видно. Наблюдателей я здесь не вижу. В общем, регистрируйтесь и, скорее всего, идете вот в ту кабинку. И далее кидаем все бюллетени вот в этот ящичек. В общем, все просто. Ничего интересного. По загранпаспорту регистрируйтесь и потом проходите в кабинку. Вот выставлены все кандидаты. Порядок голосования. Что у нас? Избирательный бюллетень. Избирательный бюллетень. Образец. Так. Правила порядок. Избирательный выдаются исключительно. В список избирательных паспорта. А если... Ну, в общем, все понятно. Голосовать можно по заграничному паспорту. Вот я отдала свой паспорт. Меня регистрируют. И после того, как зарегистрируют, дадут бюллетень. И я уже пройду в кабинку и там проголосую. Снимать мне, кстати, разрешили. Не запретили. В общем, вот, друзья, наш бюллетень. Идем выполнять свой гражданский долг. Ставим подпись. Я вам не покажу, потому что это видео не о политике. В общем, голосуем. Все, я проголосовала. Сверну сейчас свой бюллетень. И иду кидать его в урну. Все, голос ушел. Теперь мой голос. Все, друзья, я проголосовала. Вот таким вот образом выглядит урна. Народу, кстати, много сегодня приходит. Все голосуют. В общем, выражают свою гражданскую позицию. Это классно. В общем, все. Ждем результаты. Когда я пришла, было меньше народу, но вот уже набежала. Вы уже проголосовали? Да. Как вам организация выборов? Отлично. Отлично. Так. Вот такие вот активные россияне живут. Друзья, как вам организация выборов? Вы знаете, прекрасно, очень хорошо, быстро, все на уровне. Нет никаких задержек. Девочки работают очень профессионально. И мальчики тоже. Все поставлено на профессиональный уровень. Хорошая организация. Быстро, удобно. Загранпаспорт. Они все объявили, то есть вы подготовили все. Информация только была, что у вас только с общегражданскими паспортами. Загранпаспортами. Где-то в интернете мы прочитали, что с общегражданскими. Уточнили, что можно. Загранпаспортами. Да, мы звонили в консульство. Консул быстро объяснил, что можно подъехать в Аланию, в торгово-промышленную палату, где будет проходить с 10 до 18 часов голосования. При себе иметь паспорт. Загранпаспорт. Загранпаспорт, да. Очень удобно, хорошо. Приехали на машине из Афсалара. Из Афсалара? Да. У нас из Алании все из Алании. И соответственно из Алании автобус бесплатный тоже организован. Заранее можно было все сообщить. Обеспечили нам с Махмутлара бесплатный автобус. Мы своим транспортом добираемся, но многие на автобусе бесплатные с Махмутларой. Спасибо нашему посольству. Спасибо. Они серьезные, они даже не улыбаются. Улыбнитесь нам, мы тоже разговариваем. Спасибо большое. Поздравляем. Спасибо. Все, друзья. Мы проголосовали. В общем, все было очень быстро, как вы видели. И как я вам сказала, я не задавала никаких вопросов людям по поводу того, за кого они голосовали, как и что. Ну, в общем, не стоит на этом заострять внимание. Каждый делает свой выбор. Но выборы организованы нормально. Правда, наблюдатели не заметили. Разрешили мне снимать все. Быстро проголосовали. Главное, чтобы ручка была не с испаряющимися чернилами. Так, вот народ еще идет голосовать. Нет, если я сейчас отмечу, но они узнают, что у меня до этого было. В общем, очень много народу. Поток просто огромный. Правда, не очень удобно там было между сиденьями. Конечно, ходить все с этими бюллетенями непонятно кто куда. В общем, выполнили мы свой гражданский долг. На улице погода отличная. Теперь едем по нашим делам, потому что сегодня очень много, что нужно успеть. Ну, я надеюсь, что по поводу выборов вы получили более или менее интересную информацию. Вот мой мопед. Посмотрите, как зелено и ярко сегодня. И я с вами на этом поручаюсь из нашей Солнечной Лани. Подписывайтесь на канал, ставьте палочки. Всем всего хорошего. Пока-пока.